Аластер оказался не таким простым персонажем из отеля Хасбин, каким мы его представляли. Поначалу это был могущественный владыка из Зада, который появился из ниоткуда и перебил множество других владык, транслируя их крики через радио. Ведь он радиодемон, как по-другому. Но к концу первого сезона перед нами раскрывается совершенно другая личность. Будь здоров, а меня все еще зовут Павел Князич, а это отель Хасбин, отель Днища, как угодно. И нас интересует такой персонаж, как Аластер. И что же скрывает эта улыбчивая клубничка? Была ли у него семья? Где она сейчас? Неужели на небесах? Хотя какая может быть у него семья? Он же безжалостный, жестокий. В конце концов садист и получает удовольствие от насилия. Кстати, за что он и попал в ад. Историю этого улыбашки, думаю, многие знают. Когда-то он был молодым и талантливым радиоведущим по совместительству с серийным убийцей, но это ему ни в коем случае не мешало покорять сердца своих слушателей, а потом их вырезать. Отсюда интересно его происхождение. Какая информация есть о нем на сегодняшний день, когда первый сезон отеля Днища уже давно закончился и потихоньку готовится второй. Перед тем, как мы за этой интересной информацией отправимся в ад, я попрошу тебя подписаться на мой телеграм-канал. Там ты увидишь больше Днища, я не только про отель, всяческие игровые и не только новости, спойлеры к новым видео и много всего другого. Подпишись на мою телегу. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Когда мы начинаем разбирать семью того или иного персонажа, сразу же вспоминается мать. А кто мать твоя? Если погуглить про мать Алластера, то можно найти кое-что интересное. Перед нами мисс Хартфельд, ранее о которой ничего не было известно, но она есть. Мисс Хартфельд, неужели это и есть мать Алластера? Сразу оговорюсь, что персонаж не появляется в сериале, а она даже никак не упоминается. И что это за мисс Хартфельд? Когда я впервые узнал об этом персонаже, мне тут же захотелось узнать, а где же вы ее откопали? Оказывается, она у нас присутствует в отеле Хасбин, путешествие к свету. То есть Journey to the Light. И именно среди англоязычного фандома получил распространение данная работа. А это всего лишь фанатская Вики, с фанатскими персонажами и с фанатскими описаниями оригинальных персонажей. Так что спешу разочаровать, мисс Хартфельд не канон. И данное изображение никак к ней не относится. Но идея вроде как неплохая, тут даже попытались связать оригинальную историю Алластера с ней. То, что мать родилась в новом Орлеане, как и Алластер. Но об этом попозже. По описанию, мисс Хартфельд вполне могла сгодиться на роль матери в оригинале. Она была очень любящей женщиной, которая воспитывала Алластера с заботой, утешала, когда он был расстроен. И пела его любимые песни. Научила Алластера всему, что знала. В том числе и магии Вуду. На что так много отсылок в самом сериале. Она также призывала Алластера всегда улыбаться, вселяя в него веру в то, что улыбка делает человека сильнее. А после своей смерти, мать вознеслась на небеса. Что довольно странно, ведь она практиковала магию Вуду. Что по факту является колдовством. Видимо, сильная любовь к ее сыну настолько очистила госпожу Хартфельд перед небесами, что она вознеслась. Не знаю, какая логика должна тут быть. Забавно, что все-таки в конце концов ее сын попал в ад. Ну а я напоминаю, что это не канон, поэтому логику здесь искать неблагодарное дело. И тем не менее, существует на просторах интернета еще одна мать Алластера, Эбигейл. Она, кстати, уже больше похожа на Алластера, и, судя по всему, она попала в ад. Удивительно, но к ней тоже прилагается история. Один из фанатов отель Хасбина изобразил мать Алластера, Эбигейл. Ну и предыстория заключается в том, что отец Алластера, видимо напившись, снова поссорился с Эбби. Схватил кухонный нож, который оказался под рукой, нанес рану своей жене и уже направлялся в комнату сына. Но та, испуская дух, выстрелила из ружья, которая тоже оказалась под рукой. Неожиданно, не правда ли? Ну, мне кажется, эта история через чуруши надуманная. И как она тогда, получается, попала в ад? За убийство своего мужа? А то, что муж пытался убить свою жену и уже направлялся в комнату сына, это ничего? Они там после такого вместе живут в аду или раздельно? Но есть и другая история. Называется она Охотник на оленей. Видимо, отсылка на рожки Алластера. В этом фанфике мать зовут Амадлен. Она религиозный фанатик, ушедшая по желтому билету и ставшая женщиной с низкой социальной ответственностью. Таких фанфиков достаточно большое количество. Там упоминается не только мать, но и отец. Но зачастую, почему-то, имя дается только матери. Каноничная версия происхождения Алластера выглядит так. Алластер, возможно, родился где-то в начале 20 века, хотя даты рождения его нигде не указаны. Но его образ, отсылка в пилоте на крах фондового рынка 1929 года могут намекать на то, что именно в это время Алластер был радиоведущим ну и в принципе существовал. А поскольку он был серийным убийцей, оказался он в аду. Смерть Алластера является загадкой и мы точно до сих пор не знаем, как именно он умер, но уже известно, что инцидент был как-то связан с собакой. Может быть, его загрызла стая бешеных собак, кто знает. А может быть, когда его попытались поймать за очередным преступлением, полицейские на него спустили собак. Гадать можно сколько угодно. Но в сериале есть очень интересная деталь. Мы знаем персонажа, который был знаком с Алластером при жизни. И это Мимзи. It's me! Yes, it's me! Извините. Наверняка они познакомились в баре, куда часто захаживал Алластер и где работала Мимзи певицей. Тот сильно напивался и мог даже танцевать с ней. И я считаю, что Мимзи достаточно интересный персонаж, пусть ее в сериале было очень мало. По сути, это единственный обитатель ада, которого мы знаем, знавшая Алластера при жизни. И, судя по всему, к Алластеру она неровно дышит. Своенравная, дерзкая, и ей нужно очень много внимания, особенно от Алластера. Вместе с этим она не так проста, как кажется. В отеле она появляется не для того, чтобы повидаться со своим давним другом. Она и в загробной жизни успела вляпаться в неприятности. А именно, задолжать деньги ростовщикам. За что ее Алластер потом прогнал. Да и Хаск о ней не очень тепло отзывается. Говоря о том, что Мимзи просто так никогда не приходит. Ей что-то нужно. В данном случае ей нужно было, чтобы Алластер разобрался с ее проблемами. Впрочем, думаю, как и всегда, как и при жизни. Алластер мог помогать Мимзи в аду всякий раз, когда она попадала в беду. Все это может говорить о том, что в жизни их многое связывало. Я не удивлюсь, что подобные истории происходили и тогда. Возможно, в будущем мы узнаем побольше об их отношениях и, в принципе, об истории Алластера. И как раз Мимзи может стать спусковым крючком для того, чтобы мы узнали Алластера побольше. В том числе и о его семье. Каким образом это будет происходить, как нам все это будет рассказываться, непонятно. Но думаю, что через Мимзи мы узнаем много информации. И мне показалось, что вскоре она расскажет о том, как они с Алластером проводили время. А ведь для сюжета это была бы очень ценная деталь. Но пока мы знаем только то, что в Мимзи работала певицей в одном джаз-клубе и там бухал Алластер. Не, ну а че, уже о многом говорит. Как минимум об образе жизни этих двух персонажей. Хотя бы до их смерти. Однако, хорошо цепляет сам по себе факт того, что мы увидели в аду того, кто знает Алластера еще со времен, когда они были оба живы. И это удивительно, ведь о радиодемоне ходили такие легенды. Причем мы еще не знаем, как он получил такое могущество и уничтожил несколько владык. Откуда он взял такую мощь, будучи обычным грешником? Знает ли про эту историю Мимзи? Мимзи может быть и нет, а вот Хаск явно что-то знает, хотя он и не знал Алластера при жизни. Ну, допустим, был такой несущественный намек на то, что Хаск в курсе, почему Алластер пропадал семь лет. После своей грандиозной шумихи Алластер исчезает и вдруг возвращается. Но об этой причине никто не должен знать. Алластер буквально из-за этого угрожает своему, ну не знаю, пленнику, поскольку у Алластера его душа. Но это уже совсем другая история для других видео. Возможно, о прошлом и о семье Алластера мы узнаем побольше из второго сезона, который уже вовсю делается. Ну а как ты думаешь, какая была семья у Алластера? И вообще, чем он мог заниматься по жизни, кроме того, что он был радиоведущим и серийным убийцей? Нравится ли тебе этот персонаж? Напиши свое мнение в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов на мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос и пошли нахер небеса! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok